В Тверской области более 650 тысяч гектаров посевных площадей. Этот показатель один из самых высоких центральной России. Единственное, что может помешать аграриям, это, как ни странно, суровая зима. Почва в некоторых районах может не прогреться к положенному времени. Для контроля ситуации создан специальный штаб. У нас в министерстве создан штаб по организованной подготовке и проведению весеннеполевых работ. В него включены все руководители и специалисты, которые прямо или косвенно связаны с проведением весеннего сева. Это областные специалисты по вопросам химизации, по вопросам защиты растений, по вопросам фитоконтроля, по вопросам поставки средств горюче-смазочных материалов, по вопросам поставки запасных частей техники и так далее. В этом году сельхозпроизводители впервые будут работать по правилам Всемирной организации торговли. А это значит никакого прямого финансирования от государства. И хотя сельское хозяйство принято считать дотационной сферой, министры сельского хозяйства считают, что новые правила пойдут только на пользу региональным производителям. Мы работаем с качеством, качеством, еще раз с качеством продукции. Только это может нас... Дело в том, что оно у нас по внутреннему содержанию более качественная продукция, чем западная. Это все знают, и это общеизвестно. Почему? Потому что, допустим, те же помидоры, картофель, продукция растеневодства, для того, чтобы получить свои большие объемы, выдавить, допустим, до 60 килограмм там закрытого грунта на западных, в той же Голландии, они высыпают до тонны, а то и полторы минеральных удобрений на гектар. А у нас ее практически, мы такого количества в сто раз меньше высыпаем. Традиционный акцент делается на защите посевов. В целом, в ряде районов будут применяться современные виды зерновых культур, которые адаптированы к повышенной влажности почвы и перепадам температур.